Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой... Всем доброе утро! Вы заметили, как у меня изменился голос? Я, в общем, заболела. Заболела, и меня это, конечно, очень огорчает, потому что я скоро лечу в отпуск. Ну ладно, давайте не об этом. Патчи, вы спрашиваете, какие патчи использую? Ну вот сегодня, по крайней мере, у меня вот такие вот от Пятифри гидрогелевые патчи, одни черные. Примерное действие всех патчей одинаково. Выбирает отечность, темные круги под глазами и разглаживает область под глазами. Ну хорошо, не об этом. Мы сейчас, раз находимся с вами в ванной, мы поговорим о тех средствах, о продуктах, которые я пробовала за вот это время, новое что-то. Кто смотрит часто мои видео и не пропускает, тот огромный молодец. И сразу скажу вам, эпопея с моим зубом на данный момент приостановилась, кое-что мне там сделали. В общем-то, меня, по крайней мере, это уже радует. Там после отпуска будет видно, как, что дальше будет. Но когда я была у стоматолога, я пожаловалась на то, что у меня, ну знаете, такая чувствительность зубов в одном месте именно. И чувствительность именно на сладкое. То есть там сгущенка, там что-то шоколад. Мне говорится там о том, кто не ешьте сладкое. И не будет такой чувствительности. Я говорю, ну все равно с этим же нужно что-то делать. И он мне посоветовал, знаете, вот такую зубную пасту. Это Сенс-1 мгновенный эффект. Выглядит она вот так вот. Купила я ее, ну по крайней мере, в аптеке. И хочу вам сразу сказать, действительно мгновенный эффект. И такое продолжительное действие. Но в аптеке мне сказали, что можно пользоваться ей только в течение двух недель. И потом перейти на какую-нибудь другую пасту Сенс-1 для чувствительных зубов. Но я там перейду, у меня есть там зубная паста, я приобрела. А Тиандэ мне тоже очень помогала. Здесь, получается, снижает чувствительность зубов. Подходит для ежедневного использования. Но почему-то в аптеке сказали, две недели ей попользуйтесь. Потом перейдете на другую зубную пасту. Довольно рекомендую. Поэтому кто вот тоже чем-то таким страдает, тот тоже попробуйте. Так, что еще? Попробовала вот такой вот шампунь от Oriflame для тонких волос. Заказала я, кстати, к нему кондиционер. Мне он, ну тоже такой, знаете, неплохой, понравился. Я заметила, я вот еще вот такой вот у меня открытый. Ну, так уже там меньше половины, конечно. Это серия для окрашенных волос. Это для тонких волос. Запахи разные. И хочу вам сказать, что по интенсивности вот этот вот для окрашенных волос пахнет интенсивнее. Да, более такой интенсивный аромат. Здесь более такой тонкий какой-то, нежный, такой слегка уловимый, еле незаметный. В общем, тогда заказала к нему кондиционер. И, в общем, вот еще открыла его и начала им пользоваться. Тоже неплохой, клевый. Мне почему-то вот как-то замечают, что, в принципе, на большую банку вот такого шампуня хватает обычной стандартной упаковки кондиционера. Ну, потому что, наверное, голову мою на два раза. Вот поэтому так и происходит. Ну, так, что следующее интересное я попробовала? Я попробовала несколько новых для себя масок для лица. Первая маска – это вот такая вот маска черная, от Варикэй Угольная. Ой, вообще, эта маска, вы знаете, она очищающая. Она, конечно, такая хорошо очищает. Я ее наношу на Т-зону. Нанесла вот так вот на нос, на подбородок, на Т-зону. О-о-о, это вообще. Она начинает подсыхать, все поры, какие есть. Ну, у меня, ладно, такие маленькие порки. У меня муж увидел, говорит, о, я тоже хочу, я тоже хочу. Я ему, конечно, она кроме области, ну, как бы, чтобы на щетину не наносить, я ему тоже на Т-зону нанесла. О-о-о, какие у него, боже мой, поры. Я когда уже увидела, говорю, ничего себе, он говорит, что там, что там у меня? Я говорю, иди посмотри, какие у тебя поры. Он посмотрел, говорит, ничего себе, какие, говорит, у меня поры. То есть, поры очищаются, она, как бы, выметает из них грязь. При таком постоянном, как бы, использовании она будет убирать, допустим, там, черные точки вот здесь, вот там на носу, да. Ну, в общем, это что-то с чем-то. Вот, какие у меня, ну, есть там у меня там какие-то глиняные, угольные, ой, не угольные, а там глиняные маски, там еще что-то такого, конечно, не происходит. Вообще, очень такая прям маска крутая. Так, следующие две маски, вот такие. Вот они отличаются, одна для жирной комбинированной, другая для сухой нормальной кожи. Также от Mary Kay. Вы знаете, я, как бы, делаю всякие вот такие мультимаскинги. Сделала одну маску, смываю, наношу другую маску. И не факт, что я эту маску полностью наношу на лицо. По крайней мере, вот эти маски я комбинировала. Для жирной комбинированной я также наносила на Т-зону. Для сухой и нормальной только на область щечек. Они, вы знаете, они разные. И по консистенции, и там как-то по крупинкам. Вообще разные высыхают по-разному. А лицо, конечно, конечно, обалденное. Вот правда, обалденнейшее лицо. Мне очень понравился тоже результат. Я, кстати, знаете, как делала? Я даже вот с этой делала. На Т-зону одну ее нанесла. А на щечки наносила. Наносила, наносила для сухой и нормальной. Да, вот так делала, такой состав. Делала вот так вот вместе. Ну, то есть, вот такой вот мультимаскинг, после которого, если еще после этих масок нанести, знаете, какую еще маску? Шикарную маску. Вот такую вот шикарную маску гелевую. О, после, в общем-то, вот того хорошего очищения. Все-таки вот эти вот три маски, они больше как-то, знаете, на очищение лица. Но очищение у них каждой, знаете, как-то свое. А если после этого нанести вот эту маску гелевую, она напитает влагой, увлажнит, восстановит. Вот, вот просто, вот знаете, съест ее. Ну, очень шикарная эта маска, кстати. Я еще ее можно наносить на уже крем. И ложиться даже спать тоненьким слоем. Она не скатывается, она не собирается. В отличие, вот, вы знаете, на мне вот все-таки вот есть у меня такая маска. Я ее тоже очень люблю. Раз уж так пошла у нас речь про маски. Есть у меня вот такая маска на Вэйдж. Открыла уже вторую паковку. Будет у меня в пустых банках. Вот. Вот эта вот маска, она тоже наносится на крем. Но вы знаете, вот эта у меня не скатывается, а вот эта у меня почему-то скатывается. Не знаю, не знаю почему. Как бы все с ней абсолютно нормально. Там срок годности, само собой. Я ее не так давно новенькую купила. Вот только ее начала и открыла. И вы знаете, она у меня почему-то вот, да, особенно вот в этих вот как-то местах, если на шею нанесла, тоже может скатываться, собираться. Но, тем не менее, от нее тоже эффект очень хороший, как-то восстановление лица. Но разные они. Они абсолютно разные. Сравнивать их нельзя. Как мне многие пишут. Сравните, что лучше, что это. Да оно все разное. Как можно, вы знаете, сравнивать, что лучше. Это равносильно, знаете, каким-либо продуктам. Что лучше. Там я не знаю. Морковка или капуста. До организма все нужно. Вот, как бы, вот такой мой ответ. И морковка нужна, и капуста. А если только есть одну капусту или одну морковку, знаете, тоже положительного ничего не будет. Я бы вот так сказала. То сравните, какая там серия лучше, какая там, я не знаю, там, что лучше, морякей, или там, от Арифлейма на выезд для ухода за лицом. Девочки, комплексный уход. Попользовались серией, набором. Ну, если вот так вы, допустим, убрали, купили серию, набор другой, попользовались. Кожа будет больше положительного. А так сказать, что лучше, что лучше. Что дороже, то и лучше. Ну, если вот кого-то так, может быть, это понимает, или как, что все хорошо в меру. Вот. Ну, в общем, ладно. Разошлась тут я что-то. Потому что всякие такие вопросы задают, как что лучше. Пробуйте, экспериментируйте, покупайте так же, как и я. Попробуйте, оно заканчивается, если пользоваться. Попробуйте другое, оно тоже закончится. Масок вообще много не бывает. У меня целое, там, всегда показывают, что у меня много масок разных. Очищающих, питательных, увлажняющих. И, потому что делаю одно за одно и комбинирую, там, еще что-то, они быстро очень расходуются. И, поэтому, пробуйте. Ну, в общем, вот так вот вам показала те средства и продукты, которые я попробовала вот за небольшой отрезочек времени, потому что я вам до этого снимала очень много, что я попробовала. Пробовала тоже как бы нового. Ну, в общем, задавайте вопросы, пишите комментарии. И, конечно же, пробуйте, экспериментируйте для себя что-то новое. Ну что, сегодня вот такой вот аутфит. Ну, вот такая кофточка, ёбочка, колготки, вот эти вот новые туфельки, такие ботиночки. Парфюм сегодня, парфюм сегодня Нозенглоу Трифлейм. Ну, такой бюджетный, недорогой и, собственно говоря, ну, легкий, ненавязчивый. Значит, так, вот такой вот сегодня макияж. Да, там, так, это всё, всё вам видно. Фокусы нет, серёжки, колечко. Кто пропустил видео чемодан, в чемодане ещё один чемодан, собираюсь в отпуск. Дальше. На вот с холдом одеваю я вот такую кожаную куртку. Кожаную куртку, да. И беру вот такую вот необычную сумку. Ручная работа вот здесь, нейтральная, кожаная. Покупала за границей, привозила завод КАНС. Всё это вот такое вот необычное. Видите, тут замок, тут даже там цветы, кисточки. Ну, в общем-то, у меня там просто много всего с собой. И поэтому я, в общем-то, в офисе Reflame. Мне там пришёл заказ. В общем, много с собой. И поэтому нужна такая сумка. Так что вот такой вот аутфит. Аутфит такой вот сегодня. Ну, в общем-то, всё, я уже на готове выходить. В общем-то, и в целом это смотрится вот так. А то как-то половинку на серединку вам показала. Половина на себе, половина на банкетке на этой. Ну, в общем-то, вот так это смотрится. Всё вместе. Всё вместе смотрится. Вот так вот. Ну, в общем-то, иногда хочется носить такие сумки. Как-то я делала обзор сумок и написала, что как-то многим это не понравилось. Но зато, знаете, девочки, таких сумок в моём городе, ну, скорее всего, нет ни у кого. Поэтому такая сумка у меня одна. И мне это нравится. Знаете, мне очень-то нравится быть, как сказать, инкубатором, что ли, когда у всех всё. Потому что очень много всего покупаешь там где-то в Арифлейме, там ещё что-то. И такое много у кого иногда хочется быть индивидуальной. В общем-то, вот такой аутфит на сегодня. Может, уже чемоданчик и на выход, да? Всё тоже подходит. Вот эта коричневая полоса на чемодане, чемодан Арифлейм. Внутри тоже чемодан Арифлейм. Уже чёрный такой, пластиковый. Так что вот. Пакет тоже беру с собой. Отвечу я вам на один вопросик, который мне задала Карина Мамочка. Вам огромнейший привет от меня. Наталья, как вы относитесь к уколам красоты? В принципе, я отношусь к ним положительно, смотря в каком возрасте. По отношению к себе, я уколы красоты, по крайней мере, в ближайшие годы не планирую делать. Объясню почему. Вы знаете, что я очень щепетильно отношусь к уходу за лицом. Я очень много всего пробую, экспериментирую, применяю. И вижу на своей коже реальные результаты от системного ухода и от каждодневного применения утром и вечером. От сывороток, кремов. Всё зависит, конечно, хорошо ли они подобраны и какого они качества. Стараюсь применять какие-то новые разработки, новинки, что-то новое пробую. Что нравится, вы знаете, что я повторяю, что не нравится, больше не покупаю. Допустим, вот с моей мамой у меня состоялся разговор. Но вы понимаете, что моя мама уже в возрасте таком во взрослом. И у неё сухая кожа. И я ей, конечно, говорю, мама, ты не хочешь попробовать? Мама, конечно, боится и не хочет их пробовать. По причине того, что боится. Может быть, потому что они дорогостоящие. Ну, любые здесь могут вообще подходить. И вообще, она женщина, сами понимаете, другого поколения, чем мы с вами, девчонки. Мы сейчас уже воспринимаем это, живём с этим. Моя дочь, может быть, это будет применять и делать, потому что, знаете, это уже, ну вот, она другого поколения, другого воспитания. Но я хочу вам сказать, что такие женщины у нас в городе, конечно же, есть, которые делают. Но я, как бы, знаю таких, где-то в магазинах Эльдебаты, там, в Этуале прихожу, там, или ещё где-то. И они говорят, что они это делают, да, с 30 лет. Ну, я считаю, что, вы знаете, это женщины, ну, может быть, кто-то на меня обидится. Ну, ленивые женщины, ну, правда. Сейчас очень набирает обороты фейс-фитнес для лица. Это упражнения, которыми можно подтянуть овал лица. Можно какие-то убрать заломы, там, ещё что-то. Ну, кто это делает, применяет, тот знает. Наверное, кто со мной на протяжении долгого времени на моём канале, тот заметил и на моём лице изменения. Да, я где-то тоже не каждый день делаю эти упражнения. Применяю их, там, несколько штучек. Хотя их, наверное, надо делать, там, 10-15 упражнений, делать комплекс. Но я в любом случае заметила улучшения на своём лице. Я замечаю улучшения на своём лице от каждодневного ухода, от смены уходов, от применения сывороток, каких-то масел, капсул, там, ну, вот от этого всего. И пока я для себя лично, я применяю уколы красоты, но не планирую в ближайшее время. Вы знаете, это такой, как бы, быстрый результат. Это так, раз, и вау. Но мимика лица уже не та. Вы посмотрите, как меняются женщины внешние, какие они были до, какие они становятся после. Не всегда те из них, кто сделали эти уколы красоты, становятся лучше. Они с какими-то железными лицами, лицо становится как маска. Оно, знаете, не такое, наверное, доброе, не такое, наверное, милое, не такое, вот, знаете, эмоционально-чувственное, так скажем. И, ну, это такая тема, знаете, выбора каждого. И выбирает каждый сам для себя. Я никого не отговариваю, никого не уговариваю. Все зависит от того, что на данный момент с вашим лицом. Но все можно поправить, просто на все нужно время. Вы понимаете, очень многие женщины, раз я работаю в индустрии красоты очень много лет, встречаюсь с разными женщинами, с женщинами разного достатка, уровня и образа жизни, питания, от которого очень много тоже зависит, похудейте лицо, приведите в порядок с помощью гимнастики и каждодневного ухода, и вы будете выглядеть моложе. То я вижу разные отношения этих женщин к себе, ну, к ним, как они вообще к себе относятся. Многие ленятся, многие находят оправдание в том, что у них семья, дети, домашние задания, уроки, готовка, работа. Ну, оно у всех, оно у всех. Но если вы не находите себе 5 минут утром, 5 минут вечером, ну, как бы, я не знаю тогда, на что вы можете вообще найти время. Я не позволяю себе ложиться с макияжем, не нанести крема. Ну, вот я такая, да. Практически, практически, очень и очень редко я бываю без макияжа вообще в каждодневной жизни. И меня это радует. Я защищаю свою кожу от ультрафиолета, потому что он тоже очень большое влияние оказывает на нашу кожу. И мы от свободных радикалов, от этого ультрафиолета, это тоже старение происходит кожи. Конечно же, наше питание, наш образ жизни и то количество сна, которое у нас существует, как мы спим, это все тоже накладывает на то, как мы выглядим. И, конечно же, накладывает на то, как мы выглядим, это само ощущение наше внутреннее в себе. То есть надо еще и с собой разобраться, ну, немножечко в психологии покопаться. Потому что если мы находимся в состоянии какого-то счастья и удовлетворенности от жизни того, что мы имеем, а может быть, мы даже имеем немного по отношению к тому, что имеют, ну, другие женщины, которые рядом живут с нами, может быть, в нашем же доме за стенкой, да, но нужно ценить все то, что вы имеете и находить в этом плюсы. И все это накладывает, вот все это в комплексе накладывает то, как вы выглядите. Это такой вот, знаете, размытый ответ. Но я думаю, что вы понимаете, о чем я вам хочу сказать. Поэтому к уколам красоты прибегнуть можно в крайнем случае, когда вы уже возрастная женщина. Потому что, когда вы были молодая, не было тех средств, не было тех кремов. Но я думаю, что уколы красоты это, давайте оставим все это вот на крайне. Это как запасной будет круг, когда мы уже попробовали, все сделали, все применяем, все пользуемся всем. И, ну, вот все плохо, 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 и ничего не помогает. Но я не думаю, что оно так будет, понимаете, девчонки. Потому что, если вы это делаете, на моей практике есть такие женщины, которые, вы знаете, я вот не буду называть, но я благодаря своему каналу, вы знаете, познакомилась с одной очень интересной и удивительной женщиной. Если она смотрит, ей огромнейший привет. Мы познакомились благодаря моему каналу. Она взрослая, она намного меня старше. И она очень, знаете, искала, как восстановить методики, средства, как восстановить свое лицо. Во-первых, она похудела. У нее, получается, лицо приопустилось, само собой. И как-то нужно было все это восстановить. Она не стала себе нравиться в зеркале. И она начала заниматься фейс-фитнесом лица. Обратилась тут к одной женщине у нас, которая есть в городе. Начала к ней ходить на курсы, на занятия. Но она искала все-таки каждодневный уход. Она ее спрашивала. И, в общем-то, у нее получается, что ответов никаких не нашла. Смотря мой канал, она увидела, во-первых, что мы с ней из одного города. Во-вторых, что я применяю и средства, работаю как бы с ними. И она мне написала. Мы познакомились. И мы вот уже на протяжении уже полгода, как мы общаемся, видимся. И что-то я ей рассказала интересного. Что-то она уже и сама узнала, применяет, смотрит в Ютубе. И как она изменилась. Вот как она изменилась очень-очень. Я очень рада за нее. То, что она не ленится, применяет, делает. И все, вы знаете, восстанавливается. Потому что ей уже начали делать комплименты. Начали замечать, что она изменилась. Что она стала лучше, моложе выглядеть. Не так давно к ней приезжала дочь. И она тоже увидела, как она изменилась. И она тоже поинтересовалась, мама, что же ты делаешь? Вот понимаете, о чем я? Поэтому уколы красоты, это на крайний случай. Хотя она меня тоже спрашивала. Потому что она по роду своей работы, она ходит в разные места, где у нас работают женщины с хорошим достатком. И где им нужно выглядеть хорошо, соответствующе и достойно. Потому что они, ну, как бы, занимают хороший пост и хотят. И там есть такие женщины. Допустим, сидят они в каком-то отделе, в кабинете. Одна сделала, вторая, третья. Она говорит, все, не поверишь, Наташа, с масками, с металлическими вот этими какими-то лицами. И они, ну, вот на это подсели и сидят. Понимаете? И самое главное, что от этого, это же не значит, что вы сделали эти уколы, это навсегда. Нет. Нужен все равно каждодневный уход. И я ей говорила, подождите, ну, подождите, наберитесь терпения. Все это, ну, пойти сделать и проколоть это можно. Ну, поверьте, подождите и наберитесь терпения. Я очень рада, что она мне поверила. Вот реально рада. Потому что это, вы понимаете, это отклик на то, что я делаю. Мой человек мне, ну, как бы доверился. Я говорю, подождите, подождите, вот давайте вот это, давайте вот то. И она сейчас реально стала выглядеть моложе. Ей стали делать комплименты. И это уже, ее стимулирует к тому, чтобы это делать и делать дальше. И таких, я думаю, примеров масса, девчонки, масса примеров. Поэтому, если вы вот из моего города смотрите меня давно, и у вас тоже вот возникают такие вопросы, там, написать мне, познакомиться там со мной или нет, стесняйтесь, нет. Ну, не переживайте, напишите. Не так давно я познакомилась тоже с еще одной прекрасной девушкой. Я думаю, что она тоже себя узнает. Мы не так давно с ней встретились. Общались тоже на тему ухода за лицом и приобретения уходовых средств за лицом. Сидели у меня в машине, очень долго, приятно болтали. Привет тебе огромнейшую, очень рада нашему знакомству. И я тоже думаю, что, и я в это верю, если она будет делать это все утром и вечером, у нее тоже будет обязательно результат на лице. Очень вообще приятные знакомства, вот эти, которые еще с женщинам несут тоже позитив. Они видят себя уже по-другому и применяют то, что я им говорю, и видят в этом результат. Это очень круто, девчонки, правда. Поэтому не ленитесь, делайте, применяйте. Вы знаете, как бы многие сравнивают уколы красоты, допустим, там, как, наращивание ногтей, наращивание ресниц. Ну, а что? Ну, вот сделала и все, и ладно. Нет, ну, понимаете, как бы все зависит от того, что вот как без чего-то не быть или там без этого не обходиться. Ну, вот понимаете, я вот, да, наращиваю ногти. Потому что мои ногти тонкие, слоятся и вот не растут. И тем более я веду свой канал, постоянно вам что-то показываю руками, показываю эти баночки. Меня просто жизнь вот заставила их наращивать, чтобы это было эстетически красиво и приятно для вас и для меня. Чтобы мне не писали какие-то там комментарии, что там облупился лак или еще что-то. А когда у тебя мягкие и слоящиеся ногти, то, ну, у тебя автоматически слетает, какие у меня, у меня целый ящик этих лаков. Я тут подруге сняла фотографию и показала, сколько лаков. У меня там их, наверное, 50 штук. Она говорит, с ума сойти? Ну, вот понимаете, бывает, жизнь так заставляет. Вчера была в магазине в Колцедонии, смотрела новую коллекцию. И у девушки поинтересовалась наращенная ресница. Вот мне тоже нравится, мне тоже вроде как хочется, я не пробовала. Да, хочется попробовать. Но это не так опасно и не так как бы травматично после как уколов красоты. Если их еще тем более вам сделает специалист, который, ну, так-сяк. Откуда вы знаете, да, какой он и как получится. И как вы, во-первых, отреагируете на то, что вам тут и как наколят. Вот, это другой уже вопрос, да. И я смотрю, у нее наращены реснички и спрашиваю, говорю, ой, как вы с ними живете, как, что это. Она говорит, мне очень просто удобно, что я встала, вот у меня сделанные брови, у меня сделанные ресницы. И, грубо говоря, если я там даже, говорит, проспала, то я уже прихожу на работу и у меня все это есть на лице. Ну, понимаете, да, как бы. Ну, и мне это интересно. Я понимаю, что даже если я их там наращу, я там похожу, понравится, не понравится. Но это как бы так, ресницы, как и волосы, да, как и стрижка, экспериментируйте, отрастут, да. Волосы это и ногти, это не зубы, как говорится, да. Это зубы вырвало и уже все. Уже такие сложности, импланты и все остальное. Поэтому это совсем другое уколы красоты, как вот ногти, ресницы, вот для меня это абсолютно разные вещи. Это просто, может быть, эксперимент, какой-то баловство, ну так, да, классно, почему нет, как сейчас еще шугаринг и все остальное. Ну, почему нет? Есть возможность, есть деньги, можно сходить. Но уколы красоты, даже, девчонки, если у вас есть деньги, возможности и свободное время на посещение этих процедур, все-таки уделите и потратите это время на выбор именно ухода для себя и на то, чтобы его применять утром и вечером. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы, мы в моем городе, мы с вами можем встретиться, познакомиться. Мне будет приятно и думаю, что вам будет полезно. Вот такой вот большой на 15 минут мой ответ. Но это очень-очень важная, я считаю, актуальная тема, потому что это сейчас приняло колоссальное развитие в косметологии, эти уколы. Они разные, там уколят разные, это интересно, это, конечно, быстрый эффект, но, 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 последствия. Никто не отменял реакцию вашего организма. И знаете, вот, как я всегда говорю, вот кто-то другой пошел, все прекрасно, замечательно, ему повезло. Ну, ты же, блин, пойдешь, тебе так сделают, что всегда думаешь, блин, а почему со мной опять что-то не так? Почему именно вот я вот так вот и попалась, да? Вот, поэтому давайте будем пока, пока все-таки ухаживать за собой утром и вечером. Замечательный вопрос, девчонки, пишите, задавайте вопросы, я буду на них вам обязательно-обязательно отвечать. По мере того, как у меня будет, конечно же, и время, и будет актуальное настроение на ответы к вашим опросам. Субтитры сделал DimaTorzok